Сегодня столетний юбилей отмечает оскольчанка Александра Николаевна Воротынцева. Голод – тяготы Великой Отечественной войны. Жизнь – полная труда. Александра Николаевна воспитала четверых детей, сохранив в себе любовь к ближнему, ясность рассудка и радость жизни. Александра Николаевна Воротынцева и не представляла, что на ее столетний юбилей соберется так много гостей. Смущалась вспышек камер, но в глазах ровесницы века плясали озорные огоньки от такого внимания. Даже отшучивалась. Я прожила сто лет. Вот и страсть. Помимо родных и близких, с днем рождения ее поздравили и сотрудники социальной защиты населения. Вековых юбиляров в этом году в округе всего двое. По закону Российской Федерации, сегодня, в день вашего юбилея, вас поздравляет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он прислал вам такое поздравление. Если позволите, мы его откроем. Когда читали письмо президента, Александра Николаевна растрогалась, но быстро взяла себя в руки, ведь вокруг столько любящих ее сердец. Наша бабушка, тетя Шура. Мы ее любим, уважаем. Тяжелая жизнь будто не оставила отпечатка на характере и внешности уроженки села Болото Горшеченского района. Добрый взгляд, спокойный нрав. Дети говорят, что никогда не слышали, чтобы она повышала голос или ругалась. Несмотря на то, что в военное время была в оккупации и всю жизнь тяжело трудилась. Я всю войну прокосила травой, потом зимой рожей косила, на корове напахала. После войны встретила свою любовь. С мужем они прожили 33 года. В любви и согласии воспитали четверых детей. В 80-х супруга не стала, но Александра Николаевна отказалась переезжать к детям. Продолжала вести хозяйство. Она трудилась, она и копала, и пилила, и колола дрова. Ей 80-90 лет было в деревне. Она все сама делала. Мы вот выходные, то дети маленькие. Она никогда не ждала, что кто-то приедет, ей будет помогать. Приехали, хорошо, не приехали, она сама справлялась. К Пасхе убираться, огород сажать. Это она вот сколько? Это уже 93, наверное, было. Всего у юбилярши шестеро внуков, пять правнуков и два праправнука. Любимая очень бабушка. Я был, когда маленький, постоянно, каждое лето уезжал в деревню туда, к ней. Очень мне это нравилось, замечательно, конечно. Она добрая, милая, да, и любимая. Гоняла у нас там мелких в деревне. Сегодня семья Александры Николаевны собралась за большим праздничным столом, а это для нее лучший подарок. Еще! Анастасия Иконникова, Александр Гончаров, Александр Балакин, 9 канал. Анастасия Иконникова, 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 Александр Балакин, 9 канал. Продолжение следует...